Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Львиную долю контента канала Шахматы для всех составляют разборы партий современных шахматистов, а также классиков прошлого. Но не будем забывать и о шахматной композиции. Я точно знаю, что среди постоянных зрителей моего канала есть немало ее любителей. Итак, сегодня мы рассмотрим замечательный этюд выдающегося шахматного композитора Марка Лебуркина, который был опубликован в журнале Шахматы в СССР в 1938 году. Задание к этому этюду – белое начинают и выигрывают. Или, как принято говорить в композиции, просто – выигрыш. По уже давно сложившейся традиции, сразу я показывать решение этого этюда не буду. Попытайтесь сами решить его, поставив видео на паузу. Не скажу, что решение слишком уж сложное. Тот, кто сумеет найти его главную идею, при должном усердии, я уверен, способен раскрутить этот этюд до самого конца. Решение действительно очень красивое. Если у вас есть минутка другая свободного времени, то пораскиньте мозгами, постарайтесь, если не до конца решить этот этюд, то хотя бы обнаружить какие-то его главные закономерности. В таком случае удовольствие от разбора решения, которое я продемонстрирую далее, будет несоизмеримо больше. Итак, белое начинают и выигрывают. Ставьте видео на паузу и решайте. Ну а теперь, уважаемые зрители, я раскрываю тайну решения этой композиции. Как вы уже заметили, каждый из королей нападает на легкую фигуру противника. Белый король на слона, которого к тому же атакуют еще и ладья. Черный на коня. Конечно, ошибкой было бы сразу брать слона, например ладьей, так как черные, уничтожая коня белых, получают ничейное материальное соотношение. Конь выбирается из угла через поле f3 и без проблем воссоединяется со своим королем. Поэтому главная идея этюда – забрать слона соперника, не отдав своего коня. Белый конь стремится с шахом оторваться от вражеского короля, но сделать это не так-то просто. Первый ход решения очевиден. Конь d4 шах. Ответ тоже понятен. Король c3. Черный король начинает преследование белого коня. Тот вновь дает шах. И здесь очень важный момент. Если черный король нападет на коня по прямой линии, в данном случае по вертикали, то последует ладья b1 шах. И белые защищают коня без потери темпа, забирают королем слона и побеждают. Эта характерная форма взаимодействия ладьи и коня вступила в силу. И теперь черному королю придется считаться с ней на всем протяжении своего долгого пути. Он ни разу не сможет напасть на коня по прямой и обязан будет приближаться к нему только по диагонали, подвергая себя с каждым ходом новому шаху. Таким образом, после конь b5 черный король вынужден стать на c4. И здесь интересный ложный след. Кажется, что белые сразу выигрывают, ставя коня на а3. Это не только шах, но и защита коня ладьей. Правда, после король b3, король бьет е1, черные играют король b2 и атакуют ладью. Если отойти тяжелой фигурой, то конь теряется и черные без проблем достигают ничьей. Но есть и другое продолжение. Конь c2. Брать коня нельзя, последует сквозной шах ладья а2. Но здесь черные делают ничью с помощью шаха своим конем. Белые должны пойти на d1, защищая своего коня, но тут в дело вступает пешка. Она идет на g3 и дает черным ничью. Белые переводят ладью на линию g, но черные как раз успевают поставить на g1 своего ферзя под защиту коня. Поэтому правильный шах – конь d6. Опять же, нельзя нападать на коня по прямой. В этом случае последует ладья d1 шах и взятие слона королем. Поэтому черный король вновь располагается по диагонали относительно коня. И тут опять ложный след. Если сыграть конь e4, то после король d5, конь f6, король e5, конь d7. Другого шаха нет, король e6. И если сыграть конь f8, то теперь уже можно пойти к королю f7. У белых нет шаха, защищающего коня, и игра заканчивается ничьей. Если же здесь конь даст шах с поля c5, то король d5. И снова белые не могут выиграть. Поэтому после король c5 нужно давать шах с поля b7. Король c6 играют черные, конь d8. Король c7, конь e6 шах. Если пойти на d6, то шах с поля a6. Поэтому черный король теперь меняет маршрут и продолжает движение по горизонтали, становясь на d7. В случае конь c5 последует король c6. И опять же белые с шахом коня защитить не могут. Поэтому нужно давать шах с поля f8. Систематическое движение фигур продолжается. Король e7, конь g6, король f7. Если дать шах с поля e5, то король e6. И опять ничья. Поэтому конь h8, король g7. Черный король прошел долгий путь. Сначала по вертикали c, а затем по седьмой горизонтали. Но теперь цепочка шахов оборвалась. Не переставая преследовать своего преследователя, король загнал коня в тупик и как будто добился своего. Но в действительности, наоборот, конь привел короля в этот дальний угол и жертвует собой во имя торжества ладьи. Белые наконец уничтожают слона своей ладьей. То, что будет после взятия коня, мы с вами рассмотрим далее. А здесь попытаемся спастись за черных с помощью хода коня f3. Но это сделать не удается, потому что белые, защищая коня ладьей, все же торжествуют. Да, сразу вывести коня из угла не получается, но не будем забывать, что у белых есть еще и король. После конь g5 он идет на f2. Если черные перекроют вертикаль ходом коня h7 с целью забрать коня, то он отходит на f7 и белые все-таки побеждают. Если же дать шаг с поля h3 и с темпом перекрыть вертикаль, то белые заходят королем на g3 и после взятия успевают забрать на g4. Черный конь связан и погибает. Ну а теперь рассмотрим главный вариант решения. Черные сразу забирают коня. В этом случае, конечно, связка ладья h1. Теперь ясна конечная цель оригинального маневра, предпринятого белыми. Нужно было завлечь черного короля на линию связки. Наличие черной пешки, которая ходом g3 защищает связанную фигуру, требует от белых некоторых тонкостей. Король e3. После король g7, развязывая коня, король f4. Конь действительно развязан, но попал в западню. Сейчас угрожает взятие на g3 и конь ловится. Поэтому нужно играть g2. Но тут, конечно, не взятие коня, а аккуратный отход на g1. Черные никак не могут спасти свою легкую фигуру. Конь f1, шах, король f6. И после ладья f2 белые все же забирают коня. Блестящий этюд Марка Лебуркина на тему систематического движения фигур. Надеюсь, уважаемые зрители, что вы сумели решить эту композицию. Возможно, кто-то из вас ее просто знал. И, посмотрев это видео, еще раз вспомнил знаменитое творение выдающегося композитора. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.